Особскому Максиму Ефимовичу, сыну Ефима Григорьевича, простите. Он находится у нас в студии также. Пожалуйста, Максим Ефимович, вам слово. Спасибо большое. Мне очень приятно, во-первых, приехать на открытые конференции, потому что конференция памяти дворца и брата, мы, конечно, очень благодарны и признательны университету за то, что в течение многих лет в университете проводятся фасовские педагогические чтения и бережно хранится память о нашем Папе. И нет слов, чтобы выразить, насколько для нас это важно. Я и брат, так получилось, связали в конечном итоге свою жизнь с образованием. Брат профессором в университете и занимающим тоже исследованиями работ подаводники российской миграции в том числе. Я в течение последних 10 лет являюсь организатором формы ЭДУГЭМ, который проводился для учителей со всех регионов страны и принимал участие в команды, в свое время, еще не агентства стратегических, агентства стратегических, агентства разработки парсайта образования, каким должно быть образование через много лет. Это было в 2005 году. И, конечно, Папа оказал на наших выборах, на нашей судьбе большое влияние. Я не помню, чтобы Папа не работал. То есть он все время сидел за письменным столом, работать с учениками, и даже когда уже болел и что вы уходим, к нему приходили аспиранты, и они вместе работали на динсертации. И, конечно, для меня это пример человек, который искренне отдавал себя людям, настоящего учителя, настоящего педагога. Я думаю, что очень важно, что Папа оставил работу по профессиональному техническому образованию, потому что я ловил себя на том, например, что интересуясь какой-либо темой, я просто гуглил что-то в интернете, находил статьи отца. Действительно интересные работы о том, как, собственно, должно быть построено педагогическое образование во время смены профессии. У него есть статьи про Алексея Капитоновича, руководителя суббранного труда, про Доловоса, который был первым ректором, ну мы сейчас говорим, Бауманка, а тогда это был императорский технический училищ. То есть он обращал внимание на те самые важные моменты в истории страны, которые создавали систему тогда современного образования, а сейчас для нас образцы, когда должно быть устроено такое актуальное образование, привязанное к миру профессии. Ну и потом его исследования по педагогике российского рубежа, которыми он занимался, это работа, которые педагоги, уехавшие из царской России в времена большевизма, в времена, когда появилась советская страна, не сохранили преемственность такого образования, которое создавалось на протяжении суток в российской империи. То есть он видел, что если в Советском Союзе какие-то вот эти митеприемства были утеряны, или можно даже речь и сказать, что погибли, умерли, были десятки людей расстреляны, которые дали преподаванию, или цвет инференции, которые, по сути дела, были, но целого пласта советской жизни, то что-то сохранилось с рубежом, и то, что сохранилось, он пытался найти, и стал родоначальником целого такого течения истории рубежного образования в современном. И мне кажется, то, что он делал, это такой пример подвижничества, интеллектуального труда, который может показать влияние на всех нас. Спасибо, что все эти лиги, его творчество отражены в программе конференции. Я думаю, что те, кто будет выступать сегодня, они проведут какие-то параллели, в общем, результаты конференции, результаты коммуникации окажут влияние в дальнейшем на развитие этой системы. Спасибо, Максим Ефимович. Мы благодарны, что вы приехали на эту конференцию, приехали из Москвы, несмотря на ту сложную ситуацию, участвуете в этом мероприятии. И также в студии находятся и старший сын Олег Ефимович. Мы благодарны семье и та педагогическая династия, которая сегодня продолжает то, чем занимался отец. Это очень важно, и Максим сейчас тоже нам об этом сказал, насколько сыновья Ефима Григорьевича погружены в те созданные серьезные научные течения, которые основывались и развивались именно в нашем степени. Это очень важно поддерживать связь с семьей, с вами, поэтому мы надеемся на наше плодотворное такое сотрудничество и в дальнейшем на реализацию тех идей, которые вы также можете перед нами озвучивать и ставить. Мы вам очень благодарны. Те коллеги, которые по техническим моментам не смогли подключиться, и представители Министерства образования и Департамент по социальной политике города Саранск примут участие непосредственно в работе секции. А мы продолжаем нашу работу, уважаемые коллеги, и, безусловно, у участников трансфессии могут возникать свои соображения и вопросы по обсуждаемой проблематике. С учетом того, что в рамках педагогических чтений продолжат сообщения на других площадках, у нашей аудитории будет возможность задать вопросы, и высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу на дискуссионных площадках. Мы ждем от вас обратной связи. Слово для выступления предоставляется Татьяне Ивановне Шукшиной, доктору педагогических наук, профессору, заведующей кафедрой педагогики, провектору по научной работе Мордовского государственного педагогического университета имени Евсеева. Тема выступления «Наследие и прогностический потенциал научно-педагогической школы Асовского». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники Асовских педагогических чтений. В своем выступлении мы поставили целью рассмотреть основные направления и проблематику исследования научно-педагогической школы Ефима Григорьевича Асовского и показать многограммность научных интересов профессора, внесшего неоценимый вклад в подготовку нескольких поколений ученых, высококвалифицированных вузовских преподавателей, педагогов, общеобразовательных организаций. Но прежде всего мы бы хотели кратко остановиться на характеристике собственно понятия научно-педагогической школы. В нашем понимании научно-педагогическая школа это сложившийся в течение ряда лет коллектив ученых и педагогов, ведущих научные исследования и подготовку кадров высшей квалификации. Применительно к вузу это объединенный общим научным направлением коллектив ученых и педагогов, работающий под руководством известного в научно-педагогическом сообществе руководителя, имеющий в своем составе докторов и кандидатов наук, молодых ученых, преподавателей, сотрудников и аспирантов. Основными характеристиками школы является продуктивная научно-педагогическая деятельность, преемственность поколений, признание научного направления и высокого уровня исследований международной отечественной научной и педагогической общественностью. научно-педагогическая школа является не только уникальным феноменом объединения и самоидентификации сообщества ученых, но и довольно эффективным механизмом сохранения и передачи последующим поколениям лучших научных традиций, что способствует развитию педагогической науки. Поэтому в условиях усиливающейся интеграции образования и науки в ГУЗе сложно переоценить значение научно-педагогической школы подготовки высококвалифицированных кадров. В этой связи актуальным становится осмысление богатейшего наследия советских и российских научно-педагогических школ в контексте современного состояния педагогической науки и образования. Как известно, научно-педагогические школы служат драйверами развития науки и центрами подготовки ученых. При этом большое значение имеет личность основателя и руководителя научной школы, который должен обладать уникальным теоретическим мышлением, талантом, интуицией исследователей-экспериментатора, быть целеустремленным, способным к генерации идей и лично заинтересованным в разработке актуальных научных проблем, а также иметь незаурядные организаторские способности и педагогические качества. Всеобщее признание российского и зарубежного историко-педагогического сообщества получила научно-педагогическая школа Ефима Григорьевича Асовского, члена-корреспондента Российской Академии Образования, действительного члена Международной Педагогической Академии, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Мордовия. С 1967 года научная и педагогическая деятельность Ефима Григорьевича связана с Мордовским государственным педагогическим институтом имени Макара Евсевича Евсеньева, ныне университетом, в котором он до конца жизни заведовал кафедрой педагогики и психологии, а позднее научных основ образования. Эта кафедра находилась в главном учебном корпусе ВУЗа, то есть там, где сегодня проходит конференция, и сегодня здесь функционирует кабинет педагогики имени Ефима Григорьевича Асовского, который был открыт в 2010 году. Будучи не только выдающимся ученым педагогом, но и в подлинном смысле слова наставником и учителем, Асовскому удалось сформировать коллектив единомышленников, ученых и педагогов, преподавателей, докторантов, аспирантов российских ВУЗов с высокой результативностью выполнявших научные исследования. Под его руководством было защищено порядка 40 кандидатских и докторских диссертаций. Еще при жизни Ефима Григорьевича сложилась преемственность поколений исследователей, выросших на его смелых и оригинальных научных идеях и уникальном опыте творческого профессионального общения, которое стало настоящей школой научного поиска и культуры исследования. В кафедре научных основ образования под руководством профессора Асовского были установлены тесные научные связи со многими вузами и научными учреждениями России и научными институтами Российской Академии Образования Российской Академии Международной Педагогической Академии Московским Нижегородским Чубашским Казанским Владимирским Башкирским и другими педагогическими университетами и многими классическими вузами. Ефим Григорьевич Асовский являлся основоположником ряда приоритетных направлений в педагогической науке. Среди них становление и развитие истории и теории профессионально-технического образования, образование и педагогической мысли Мордовского края, педагогика русского зарубежья 20-50-е годы 20-го столетия, о чем только что говорил Максим Ефимович. Фундаментальный характер его исследования стал прочным основанием деятельности, созданной ли научно-педагогической школой. Одним из основных направлений научной деятельности профессора Асовского стало исследование проблем педагогики и психологии профессионально-технического образования. В его монографических работах, а также в докторской диссертации, теория профтехобразования впервые была рассмотрена как предмет историко-педагогических исследований, результатом этих научных изысканий стало выделение истории профтехобразования в самостоятельную отрасль истории педагогики. Кроме того, им была разработана методология и методика исследований, послужена целостная историческая картина развития профтехобразования в России, заложены теоретические основы развития профтехобразования в историческом контексте. В настоящее время актуализируется проблема модернизации профессионально-технического образования, для достижения эффективности этого процесса, безусловно, следует учитывать и использовать знания истории профессионального образования. По данному научному направлению были подготовлены и защищены кандидатские диссертации. Назову только некоторые, это доценты Яналеева, Сергушин и другие преподаватели, которые работают в разных вузах России. Идеи следующего научного направления образования педагогической миссии Мордовского края отражены в трудах самого Ефима Григорьевича Осовского, а также в работах его многочисленных учеников и последователей. Ему удалось в рамках господствующей идеологической парадигмы преодолеть одностороненность научных суждений о сущности педагогических явлений. Ученый стремился рассматривать историю образования в регионе, характеризующуюся уникальностью национального своеобразия, как неотъемлемую часть общероссийского и мирового историко-культурного процесса. Его лекционный курс стал полигоном разработки принципов историзма, культурсообразности, социокультурного и аксиологического подхода к изучению проблем педагогической регионологии. На основе проведенных историко-педагогических изысканий он опубликовал ряд фундаментальных работ, в которых впервые были введены научные обороты материала многих российских архивов. Это РГА, это Российский Центр хранения, изучения документов на верши истории, Центральный Государственный Архив Республики Мордовии, Татарстан и другие. Принципиально важным для исследовательского коллектива, продолжающего разрабатывать данные научные направления, является становление и исследование региональных историко-педагогических проблем с точки зрения междисциплинарного и геополитического подхода к изучению истории образования в регионах России, который был предложен Ильином Григорьевичем. Следует отметить, что в рамках данного направления были подготовлены как авторские, так и коллективные монографии, защищены кандидатские. Это Лидия Васильевна Кудаева, Владимир Иванович Лаптун, Ирина Геннадьевна Зубарева, Сергей Александрович Ильев, докторские диссертации Грачев, Зеткина, Шукшина и другие. Отмечая научно-исследовательский потенциал данного направления, необходимо продолжать работу по исследованию образования и педагогической мысли в Мордовском крае, и развитию педагогической регионологии, постоянно отслеживающий историко-педагогический процесс в региональном образовательном пространстве. Квинтэссенцией научного творчества Осовского является изучение проблем, связанных с историей педагогики и образованием российского зарубежья. В 1993 году по его инициативе была создана Межмузовская лаборатория, которая положила начало изучению проблем русской школы и педагогики в условиях эмиграции первой волны. В ее состав пошли исследователи не только Мордовского педагогического института, но и Мордовского государственного университета имени Николая Платоныча Гарева, вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Томска, Санкт-Петербурга, Казани и ряда других городов. Данная проблематика успешно разрабатывалась и продолжает разрабатываться учениками Ефима Григорьевича Осовского. В рамках этого направления были защищены кандидатские диссертации. Назову некоторые. Вардан Евгеньевич Дерюга, Светлана Константиновна Кудряшова, Евгения Васильевна Кирдишова и другие. Скрытый Ефимом Григорьевичем Осовским класс историко-педагогического материала сегодня находит отражение в работах многих российских и зарубежных исследователей. Спектр научных интересов Ефима Григорьевича Осовского не ограничивался вышеперечисленными направлениями. Его научное творчество было многогранным и плодотворным. В круг научных интересов ученого также входили проблемы методологии, теории и практики общего образования, инновационные процессы в педагогическом образовании, вопросы практико-ориентированной подготовки. Еще в 1971 году Ефим Григорьевич первым поставил проблему педагогической профессиографии и стандартов подготовки учителя. Он является автором комплекса оригинальных программ по нормативным и специальным по методике воспитательной работы, социальной педагогике, истории педагогики и образования и другие. Работы ученого постсоветского периода связаны с осмыслением новых подходов проблемам истории образования и актуализацией ее аспектов, не получивших объективные оценки в прошлом. Альтернативная педагогика 20-х годов, 20-го столетия, бактин и педагогика, проблемы социальной педагогики и от других направлений. Ефим Григорьевич является автором более 400 научных трудов в различных жанрах. Работы ученого имеют высокий индекс цитирования в различной литературе, энциклопедической, научной, учебной, диссеркционных работах. В Ефиме Григорьевиче, на наш взгляд, гармонично сочетались черты ученого, организатора педагогической науки и инновационной образовательной практики. Им была разработана и опубликована технология проведения педагогических олимпиад, которые являются актуальными и сегодня. В 1980-е годы Осовский являлся одним из руководителей программы «Сельская малокомплектная школа России». Будучи педагогом-новатором, он принимал активное участие в создании и работе первых инновационных учебных заведений в Мордовии, лингвистической гимназии номер 12 и школы-лицея номер 26 городского округа Саранск, которые неоднократно признавались в числе лучших школ России. Наряду с этим ученый проводил и большую научно-организационную работу. Ефим Григорьевич являлся членом двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций по специальностям 13.001 и 13.002 при Мордовском государственном педагогическом институте, Нижегородском государственном педагогическом университете имени Минина, а также он являлся членом диссертационного совета по философским наукам, которые действуют при Мордовском государственном университете. Сегодня исследовательский коллектив научно-педагогической школы Никима Григорьевича Осовского, последователи ученого, продолжают и развивают начатое своим учителем дело. Выполняются диссертационные исследования. В память о нем ежегодно проводится международная научно-практическая конференция «Осовские педагогические чтения, образование в современном мире, новое время, новые решения». Разворачивается поисково-экспериментальная деятельность Мордовского государственного педагогического университета имени Макара Евсевича Евсевера в качестве федеральной инновационной площадки Министерства науки и высшей школы Российской Федерации и инновационной научной площадки Российской Академии образования по проблеме разработки моделей вузов как центра педагогического образования и научно-методического сопровождения общего, среднепрофессионального и дополнительного образования региона. При поддержке Российского фона комплектуальных исследований проводятся исследования методологии, теории и технологии, практикоориентированной подготовки в условиях инновационной образовательной среды вузов. Ведется активное научно-издательское деятельность. Нам представляется, что значимость личности профессора Ефима Григорьевича Осовского как ученого, педагога-новатора еще предстоит глубоко и всесторонне изучить. Полагаем, что данное направление может стать перспективным в исследованиях молодых ученых не только Мордовского государственного педагогического университета, где Ефим Григорьевич провел большую часть своей трудовой жизни, но и других российских лиц. Благодарю за внимание.